Музыка Особенный момент, который сейчас переживает церковь. Мы подчеркиваем еще, что мы живем в уникальный момент. Теперь мы лучше понимаем, что те праздники, установленные для церкви, имеют пророческий характер. Тема этого события – это трубы и праздники. Пасха. Пасха, когда Иисус – агнец пасхальный. Он умер, чтобы избавить нас от рабства греха. Иисус – хлеб жизни. Первые плоды. Иисус – он первый плод, первый воскресший. Праздник Пятидесятницы. Дух Святой был излит на церковь. В это время, сейчас идет праздник труб. Мы ожидаем последнюю и самый последний славный праздник для церкви. Когда последняя труба прозвучит, мы будем участвовать в браке агнеца. Он придет. И праздник труб нас ожидает. Он придет силой, великую славою, чтобы восхитить церковь свою. И пророческое знамение уже перед нами. Оно исполнилось. Пророческое знамение. И мы хотим пред всем этим подчеркивать, что мы живем в уникальный момент в истории человека. Пророческое знамение, которое находится в книге Откровений. Псалом. На луже моем ночью я видел дивный сон. Мне снился в Иерусалим. Псалом. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Amém! 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 Это излияние Святого Духа. Это то, о чем было упомянуто, что Церковь подготавливается к своему исходу. Теперь нам нужно сказать, что эти пророческие вехи, они пред нами. А самая важная часть из этих трех тем, это возвращение Израиля в свою землю. Израиль организовался как нация. Нация не просто к земле относится, а имеет отношение к народу. Итак, Израиль организовался как народ, как нация, и это было пророческим знамением. И мы это увидели, когда Иисус говорит притчу о смоковнице, показывая, что две тысячелетка... ...был пророческий знамением. ...израиль... ...и этого Духа, то переживание, которое мы имеем сейчас, это не новость для верной Церкви. Это не новость. Духовные дары, благословение Духа подготовлены в наши дни Церковь к исходу, чтобы услышать звук трубы. Звук трубы. Это для Церкви основополагающим являет. Церковь должна быть готова услышать этот звук трубный. Теперь тема наша, которая относится к миру. Мы будем говорить о мире, в котором... ...моментов, указанных в библейской истории, включающих, как мы уже сказали, Церковь, Израиль и этот мир. Это ясно для вас. Это знамение предупреждения Божьей для этого момента. В отношении Церкви это очевидно, что великим знамением является излияние Святого Духа перед ее исходом. В отношении Израиля великим знамением было его установление как государство в 1948 году. В отношении... ...когда расцвела смоковница, да? В отношении пророчеств для мира мы рассмотрим знамения и предупреждения, предвозвещенные трубными звуками, описанными в книге откровениях, в текстах, предсказанных Господом Иисусом Христом и апостолом Павлом также. Все эти предвозвещенные трубные звуки, упомянутые в книге откровениях и предсказанные Господом Иисусом и апостолами. Итак, давайте мы взглянем. Было безмолвие на небе, да? Почти на полчаса, около получаса. Итак, праздничность этого, серьезность и праздничность этого момента, в котором мы живем, о котором говорится в тексте, оно очень, очень важно. Когда говорится об этом моменте безмолвии на небо, что никогда не было вообще видно, не существовало... Во-первых, в вечности нет времени, да? За полчаса в вечность не оценишь. Но откровения в пророческом аспекте... Потому что по-человечески время в вечности не... ...знамениями пророческими, а наше время отвечается часами. Итак, возвращаясь здесь, мы видим, что в тексте здесь выражено событие странное, явление странное в этой частичке времени, выделенного в вечности. Это драматическая пауза, относящаяся, да? Когда относишься к моменту странному для мира, что-то странное в мире произойдет, вся вечность, она становилась пред изменением, когда божественное вмешательство происходит, она простирается до нашего времени, в котором происходят сдвиги великие... Она переживает все эти результаты, всех этих ситуаций, о которых пророчески было сказано. Как мы уже сказали в первом послании, мы хотим показать то, что у людей нет ответа на все происшествия, на все события, которые происходят в наши дни. Они так быстро происходят, и все как будто все быстрее и быстрее начинает происходить. Столько новостей, и мир, и человек в себе разум являет. Он не знает, почему болезнь, он не знает, почему он родился, почему он живет, почему он умирает. И так это уже большая проблема для человека. Но когда он еще видит происшествия вокруг, вот эти аварии всякие, которые происходят по всему миру, трагедии происходят по всему миру, они не понимают, что это, почему, так будет дальше продолжаться, неужели нет ответа, почему все это происходит. Мы не пришли сюда, чтобы дать решение этих проблем. Нет, мы пришли, чтобы сказать, что люди должны понять, они находятся внутри проекта, внутри плана Божьего. И мы являемся частью этого проекта. Здесь губернатор нашего штата, он здесь префект столицы нашего штата. Они здесь борются для того, чтобы пытаться разрешить проблемы. Здесь мы видим, как вот навонение, там происходят сдвиги. Но это не центральная проблема. Но люди переживают, потому что никто не может жить в безопасности. Мир, он действительно переживает время такое, когда мир потрясается по стану. Текст, который пастор читал о том, что люди изнемогают от страха, от рева моря. Цунами происходит. Теперь давайте взглянем на восьмую главу книги Откровения. Мы укажем на некоторые знамения, видимые в мире. По всему миру все видят это, исполнившиеся и проявившиеся при звучании первых трех труб. Все это видят, не только церковь Маранапа, видят последствия эти, которые постепенно наслаиваются или накладываются друг на друга. Мы увидим первые три трубы из семи, которые записаны пророчески в книге Откровения. Книга Откровений Божьих. Помни, что результат первый, он продолжает происходить. Они наслаиваются друг на друга. Итак, давайте взглянем на первую, на вторую, на третью трубу. Помня, что все эти три трубы, наслаивающиеся, которые были предвидены в вечности, они, это не является наказанием Божиим. Бог наказывает, это суд. Нет, это не так. Это не наказание. Потому что пока церковь на земле не будет наказания на мир. Потому что это божьи, скорби, которые нисходят на этот мир. И так мы видим, что последствия, они атропичные, потому что это результат действий человека. Мир разрушаем действиями человека. Энтропия, это натуральное, как бы, старение. А антропия, это те разрушения, которые действия человека приносят в мир. И это пророчески уже указано в первых трех трубах. Давайте взглянем на первую трубу. И третья часть. Давайте вместе со мной. Откровение 8.7. И третья часть деревьев сгорела. И вся трава зеленая сгорела. Это первая труба. Не нужно объяснять, это печально известный факт. Мы видим, что это происходит по всему миру. Не только в нашей стране. И в Австралии горит. И в Португалии все горит. И в Калифорнии все горит. Месяцами потушить не могут. В Бразилии тоже все горит. Не будем об этом говорить. Надо придем ко второй трубе. Я хочу задать вопрос всем участвующим. Эта труба уже протрубила. Третья часть зелени уже была сожжена. Да или нет? И не только зелий. Но те животные, которые жили, они там страдают от этого. Давайте взглянем и на вторую трубу. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море. Откровение 8.9. Откровение 8.9. Умерла третья часть. Посмотрите заголовок в журнале «Глобус». В 1970 году Жак Кусто, он писал, посмотрите, «Море умирает». Жак Кусто писал, что 40% живых существ в Мировом океане вымерло за последние 50 лет. Более тысячи видов животных исчезло. Понимаете? Жак Кусто, он изучал около 50 лет. На своем корабле «Калипсо», он плавал по всему Мировому океану. И вот заключение, в которое он пришел. Кто понимает на португальском, вы можете читать. А вот с правой стороны заголовок был «Мир умирает». Смотрите, что написано в этой заметке. 40% живых существ в море исчезло за последние 50 лет. Более тысячи видов животных исчезло. Это уже труба протрубила? Нет сомнений, эта труба уже протрубила. И мы хотим сказать, что труба, я уже объяснил, что это во времени, есть разница между временем Божьим и человеческим. Это не было... Когда я говорю «трубила труба», это было не вчера, не сегодня, а в вечности. В Божьем проекте есть предупреждение для нашего времени. Труба протрубила труба, но происходит событие, и они наслаиваются друг на друга. Очень важное замечание, что все те факты, все те происшествия, они сейчас разворачиваются в наше время. Они существовали раньше, но в наше время они разворачиваются. За счет того, что сельское хозяйство, оно распространяется, и другие изменения происходят. Понимаете, из-за этого все это разворачивается сильнее в наше время. Вы об этом все знаете. Вы знаете, в каком ситуации океан находится. Жизнь очень умирает, очень мало рыбы остается в океане. В том, что сельское хозяйство, оно распространяется, и другие изменения происходят. Таким образом, в основном, в любое состояние предупреждается. Почему? Она предупреждается, потому что она знает, что время ей подходит к концу. Она уйдет из этого мира. Только это. Мы уйдем в мир, а бросим, и пускай он разрушается. Нет, пока мы здесь, мы заботимся об этом мире. Все тому, что Бог доверил нам. Давайте взглянем на третью трубу. «И упала с неба большая звезда, пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезды – Полынь. И многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькими». Откровение 8 глава 10-11 стих. Слово «Полынь» на древнеукраинском языке – это Чернобыль. Чернобыль означает «Полынь». «Полынь» на древнеукраинском языке – это Чернобыль. Где произошла Чернобыльская авария, где взорвалась атомная электростанция. На радиусе 1200 километров радиация распространилась от этой катастрофы мировой. «И переживания сегодня о том, что когда вот облако распространилось, пришли результаты на весь мир. Даже в Италии уже было…» «Я не понимаю, что в Свиньи был обнаружен цезий. Это результат был взрыва в Чернобыле. Но проблема не в том, что не просто там Днепр протекает в части Европы. Да, но есть и другие реки и подземные источники, которые протекают там подводные, они питают некоторые европейские реки. И вот та магма, которая горит, чернобыльский этот стержень, он все еще горит, он будет гореть 300 лет, и он опускается, прожигая землю. И они ждут, что он свалится в подземные воды. И эти источники воды отравят воду в Европе. Мы не хотим запугивать никого, потому что у нас нет решения для этого. Но эта проблема существует. Итак, посмотрите. Я говорил сейчас о загрязнении источников вод. Я не буду говорить просто то, что там происходит. Но здесь написано, что многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькими. Это написано в этом... ...по всему лицу Земли. И мы видим, да, этот ацпект. Первая труба протрубила, вторая, третья протрубили. И мы видим четкие и геофизические знамения. Это не суть Божия, ибо все это результат разрушительных действий самого человека. Итак, посмотрите. И четвертая труба. Четвертый ангел вострубил. И поражена была третья часть Солнца. Да. И третья часть Луны, и третья часть звезд. Ну, посмотрите. Когда там, говорит, 30%... ...одна треть живых существ в море, Кусто уже сказал, что там 40% умерло. А здесь, он говорит, третья часть звезд. Так что, здесь пророчество, которое в трубах. Теперь давайте посмотрим то, что Иисус сказал о его пришествии. Сравнивая пророческое знамение, упомянутое в четвертой трубе. Мы не говорим о религии. Он выделяет... ... ... Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Иисус говорит об этом в Матфея 24, 29 стих. Посмотрите, что труба говорит. Посмотрите, четвертая труба говорит, да? Поражена была третья часть солнца, третья часть луны, и третья часть звезд. Первые три протрубили, четвертая не протрубила еще. И при четвертой трубе произойдет тайна Божья. Была поражена третья часть солнца, третья часть луны, да? Что говорит книга Откровения? То, что Иисус упоминает, Он говорит, что... При четвертой трубе мы увидим знамения и суды, которые начнутся, которые включают всю нашу Вселенную, нашу планету. Мы видим гравитационные проблемы, которые происходят от изменения климатические, электромагнические, гравитационные и другие результаты, смещенные с земной оси. Земная ось сместилась, поэтому они не понимают, почему эти климатические изменения. Верная церковь не пройдет через эту скорь. Откровение 3.10 написано. Как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения. У них написано скорби, которые приходят на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Итак, все предупрежденные, те, которые приготовятся, они избегут. Поэтому последняя труба, упомянутая Павлом, когда Павел говорит, посему последняя труба для церкви, это четвертая труба книги Откровений. Вдруг в мгновение около при последней трубе, он говорит, первым коринфянам, 15.52. Мы уже заканчиваем. Итак, первые три уже протрубили. Тогда как последние три прозвучат после восхищения церкви, в период великой скорби, обозначили горе, горе. Я хочу всем сказать, чтобы было ясно, и не я пророчествовал об этом, не церковь Маранафа. Это предостережение для всей церкви, как знамение его славного пришествия. Если Господь Иисус для вас ничего из себя не представляет, это ваши проблемы. Для нас Его пророчество, оно представляет собой все. Иисус говорит, а то, что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. Это не только нам Он говорит, Он всем говорит. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. Марка 13.3. Предательство и беззаконие, возлюбленные. Посмотрите Богом века сего, ослепившего умы, да, вот это крайнее разложение, черная туча, господствующая в мире, эмоционально взволновавшая даже институты, правительства, результат чего отражается на социальном поведении человека, демонстрируя предательство, беззаконие, которые разрушают семьи, прежде всего, охлаждение любви, делая жертвами даже беззащитных детей, которые остаются без родителей и предательстве. Павел говорит, для неверующих, которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет. 2 Коринфянам 4.4. Итак, Иисус говорит, и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. Иисус говорит о начале болезней, когда церковь говорит, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, да? Посмотрите, миграция, многие будут метаться из стороны в сторону, книга пророка Даниила 12.4 говорит. все же это начало болезни, начало родовых мук. Матфея 24.8. Посмотрите, и будут восставать друг на друга. и тогда соблазнятся многие, друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. Так вот эти вот предательства, да, вот это охлаждение любви, то, о чем мы говорим. Мы здесь остановимся, и мы покашем ту миграцию. Помните, то, что мы сказали, когда многие будут метаться из сторону в сторону, и знание умножится, Даниил 12.4, это современный перевод говорит. Мы будем заканчивать, замечен некоторые аспекты. Я хочу, чтобы вы высветили на экране. Пророческий праздник Пятидесятницы заканчивается для церкви, ожидающий последние трубы. Это последний, это конец. И мы ожидаем звука трубного. Откровение 3.20. Давайте все вместе. Откровение 3.20. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Откровение 3.20. Предостережение, предупреждение. Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. Это Марк 13.29. Исповедание. Давайте сделаем наше исповедание, кто захочет. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господу и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Римлянам. 10.8.9. Предостережение. Предостережение для всех. Марана Фа. Господь... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok